Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании Оргкомитета по подготовке к проведению торжеств в 2024 году в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Указ о праздновании знаменательной даты был подписан президентом России Владимиром Путиным. Заседание Оргкомитета возглавила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Во обсуждении приняли участие руководители федеральных ведомств, учреждения культуры и вузов, деятели искусств. Тем продолжит наш корреспондент. Открывая заседание, Татьяна Голикова подчеркнула, что в сердце каждого гражданина России Александр Пушкин занимает особое место. Творчество поэта всегда актуальное. И за свои короткие 37 лет он успел ответить на все вопросы, волнующие человека. Мы должны к этому времени сделать все возможное, чтобы как можно больше людей в мире вспоминали, узнали лучше или узнали впервые великого русского поэта. Как писал сам Пушкин, следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Поэтому хотелось бы выбрать эти слова нашим девизом, девизом работы нашего оргкомитета. Оргкомитетом была проделана большая работа для того, чтобы достойно отметить в 2024 году 225-летие Александра Пушкина. В списке регионов, которые участвовали в разработке этой программы, особое место заняла Тверская область. У нас есть Пушкинское кольцо Верхневолжье. Оно протяженностью 250 километров расположено в самом центре нашего региона, куда входят и Старицкий, и Торжокский район. Это в том числе усадьба Бернова, это места и в городе Торжке. Это исторические места, которые посещал Александр Сергеевич Пушкин. Тверская область нашла отражение в произведениях поэта. И мы готовы продолжить работу, направленную на популяризацию русской культуры, развитие современного образования, подчеркнул в интервью губернатор Игорь Руденя. Всего в план празднования знаковой даты в Тверской области входит 40 мероприятий. Министр культуры Ольга Любимова остановилась на комплексной программе по реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации. Тверской государственный объединенный музей получил средства на реставрацию главного дома в усадебном комплексе в селе Бернова и дворянской усадьбе с флигелем в городе Торжок, в местах которых неоднократно бывал Александр Сергеевич. На эти цели проекты, которые будут реализованы в других регионах, в федеральном бюджете на 2022-2024 годы Минкультуры России предусмотрело более 1 миллиарда рублей. На этот год средства этим пушкинским музеям в размере более 360 миллионов рублей уже выделены. По словам Ольги Любимовой, особое внимание в проекте празднования юбилея уделено культурно-просветительским мероприятиям для детей и молодежи. Очень приятно, что мы сегодня можем внести свой вклад в развитие нашей русской культуры, нашего современного образования для детей. Очень важно, что мы участвуем во всех проектах, в том числе пушкинская карта, это детское направление. Поэтому я уверен, что по итогам сегодняшнего заседания оргкомитета мы строим свои предложения в план мероприятий и уже с текущего года начнем активно участвовать в их реализации. Всего в план празднования 225-летия Александра Пушкина вошло более 50 культурных и образовательных событий. Мероприятие разделят на несколько блоков. Это будут выставочные проекты, торжественные события, социально значимые, просветительские проекты и акции. А по итогам этого заседания будет представлен доработанный проект плана, который будет в конечном итоге представлен главе правительства Михаилу Мишустину.